Меня зовут Катя, мне 31 год. До недавнего времени я проживала в городе Мариуполе, Донецкая область. Там родилась, там выросла, никогда не выезжала оттуда. Все, наверное, началось в 2015 году, когда обстреляли в городе Мариуполе Левобережный район, Восточный, именно тот район, где я жила. У нас были попадания в соседний подъезд, у нас повылетали окна в квартире, лоджия, балконный блок полностью повылетала. Мы на тот момент находились все дома, все живы, оказались все здоровы. Но когда подходили к окну, я видела, как попадали в магазины снаряды, я видела, как попала в детский сад, попал в снаряд. Нас обстреляли тогда градами. Это, ну, нельзя это эмоционально передать. Я на тот момент была беременна второй дочкой, на данный момент у меня три дочери, три годика, шесть лет и восемь лет. У меня первой дочери год и один было на момент обстрела. Я ходила беременна, это все было очень нервно, это все было очень тяжело эмоционально пережить. Ну, слава богу, что в нашей семье остались все живы, здоровы. На тот момент погибло больше 30 человек и очень много людей пострадало. На улицах лежали уже мертвые люди, их закрывали, чем могли, как могли. Тогда сразу приехал Азов, приехали моментально скорая помощь, приехали пожарные, потому что квартиры горели, магазины горели. Это все, ну, я выходила буквально через полчаса после обстрела. Я это все видела, слышала, люди точно так выбегали, боялись, а детей спускали в подвалы, потому что переживали очень сильно о второй попытке обстрела. У нас на тот момент момент моментально выключилось, буквально за полчаса до обстрела у нас пропал свет, вода и связь. У нас совсем не было никакой связи по городу. А после обстрела там уже вечером или на следующее утро уже тогда через сутки включили только все коммуникации. И вот, наверное, тогда в тот момент какое-то произошло в голове, переворот какой-то произошел, что действительно в 21 веке могут просто спальный жилой район, в котором ничего нет, там просто дома, в которых люди живут, и все. И вот так вот просто его обстреляли без каких-либо причин и объяснений, и все. Мы никуда не выезжали с района, с города, мы никуда не бежали в тот момент, потому что казалось, что у нас есть армия, тоже мы знали там. После того уже были блокпосты недалеко от нас, сформированные, что мы знали, что мы под защитой. Магазины, все-все работало, там через пару дней уже полностью все наладилось практически в бытовых вопросах. Ну, а морально это было очень тяжело. Мы бегали по родственникам, когда после обстрела бежали по родственникам и пытались узнавать, что все целые, все живы, все здоровые. 23 февраля было первое переживание 2022 года о том, что подписался Путиным приказ, о том, что он признает ЛНР, ДНР и помогает им. И от 23 вечера в 10 часов вечера мы ложились спать уже в каком-то переживании очень сильно. Мы реально переживали, что будет с нами дальше. Потому что с 14-15 года мы знали, что ему Мариуполь нужен, это сухопутный путь до Крыма. Мы знали, что мы стоим у него на пути, что ему это надо будет, но никто не думал о том, что дойдет до такого. И 24-го числа с утра, где-то, наверное, в полпятого утра я услышала, что где-то очень близко шел бой. Но у нас на протяжении этих 7-8 лет у нас всегда шли бы и недалеко. Мы как бы к этому чуть-чуть уже даже подпривыкли, что какой-то опасности мы ее не чувствовали. Я послушала, что ночью шел бой, позакрывали окна, и мы легли дальше спать. Все, то есть переживания какого-то сильного не было такого страшного. А потом в полседьмого мне позвонила мама, она работает на окраине района Восточного, это на границе с Новоазовском, с Новоазовским районом. И она сказала тогда мне, что у нас за магазином очень много стоит техники, стоят танки, стоят БТРы, очень много военных, типа из дому не выходите. Мама сказала о том, что не выходите никуда, а был рабочий четверг, у меня ребенок в детский сад ходил. Я собиралась, ребенка как бы будильник стоял заведен, что нужно ребенка отвезти в детский сад. Мама позвонила, сказала, что никуда не идти, мы остались все дома, и тогда уже началась информация о том, что действительно началась война. В интернете у нас был еще свет, все коммуникации были. Когда началась война, мы увидели о том, что пошло вторжение по всей Украине, что были обстреляны Киев, Харьков, основные такие города, что были удары по всем военным базам, аэропорты полностью, все практически пострадали по Украине. И как бы вот тогда случился какой-то переворот в голове, потому что 21 век на улице, дипломатия, а у нас война. Как такое может быть? Мирных людей вообще, причем просто спальные районы начали обстреливать. Мы были дома с 24 по 28, по первое. В этот промежуток мы были дома, мы никуда не выходили совсем. Я в целях безопасности позаклеивала окна скотчем, наискосок, как все рекомендуют. На лоджии между окнами я поставила детские матрасы с кроватей, потому что если будут лететь стекла, я понимала, что хотя бы матрасы дадут какую-то задержку. Мы были дома, никуда не выходили. 24 и 25 с утра еще был свет у нас, была вода, был газ, не было отопления. Отопление выключили сразу 24 числа, уже не было этого всего. И 25 вечера мы уже остались без света полностью, была вода и газ, что мы могли как бы спокойно и приготовить, там и какие-то бытовые такие проблемы. Начались обстрелы очень сильные, наверное, уже числа 27-го, 28-го и 1-го. Это были три дня, когда реально были очень близкие бои. Девочки говорили о том, что на окраине района, у нас школа 69-я стоит, и говорилось о том, что в школе повылетали окна. То есть были очень близкие прилеты. Как-то в голове все время сидели и слышали, ага, вылетело. Начинали считать какие-то секунды для того, чтобы понять, как далеко приземлиться, как близко прилетит или улетит. Тоже было очень много переживаний. Прятались в перегородке между квартирной, сидели на матрасе. Детей сажало на матрас, укрывало одеялами, и они просто сидели и молились. Мы выучили с детьми, буквально у меня ребенок три года, за полдня выучил отче наш. Она сидела, молилась, она повторяла за нами. 28-го вечером и 1-го утром и вечером были очень сильные обстрелы. Мы сидели в перегородке, мы не выходили с нее даже. 1-го вечера я позвонила мужу и сказала о том, что нужно как-то что-то делать. А связь была только между 8-м и 9-м этажом на площадке. Можно было единственное место, где можно было позвонить. Я позвонила мужу и сказала о том, что нужно выезжать, потому что это морально, очень тяжело морально это все слышать, слышать, как падают стекла. И он сказал, что нас приедут, заберут на машине. И 2-го числа с утра мы собирались, хотели собрать вещи. Мы покормили детей, мы приготовили завтрак. Мы сидели, кушали, пили кофе. И начался очень сильный обстрел именно жилого района. Именно по домам метились, попадала в дома. Я выходила к соседке в соседнюю квартиру. Дети сидели в перегородке. У меня окна были все открытые в квартире и дверь открытая, потому что очень сильная вибрация была и взрывная волна. Боялась, что повылетают окна. Я пошла к соседке, у нее открылось сквозняком тоже. Я пошла, открыла окно, выглянула и я увидела, как на моих глазах были прилеты в 3 квартиры, в доме напротив. Это был 9-й этаж, 7-й этаж и 2-й этаж. Люди, кто-то спускался в подвалы в домах напротив. Было видно, у кого подвалы под именно с улицы вход. Кто-то просто стоял в подъездах, там как-то прятались. А мы сидели в перегородке, переживали просто и все. И буквально бой шел больше часа. Очень сильно, очень активный бой был, безумно просто. Прилетало везде, прилетало, все сыпалось везде. И после этого часа, наверное, как-то, наверное, ангелы-хранители все-таки берегут и оберегают. И за нами приехала эта машина, которая обещала. За нами приехал моего мужа начальник. Муж работал в заводе Азовсталь инженером-электриком. Приехал его начальник и забрали нас. Они тоже попали как раз под этот обстрел очень сильно. Стояли в подъезде, машину спрятали под домом, с торца дома, возле АТБ. И они стояли, ждали тоже, они видели этот весь обстрел, они видели все происшествия, все последствия этого обстрела. И когда они постучали в дверь и сказали, что мы за вами приехали, было столько эмоций, были и слезы, какая-то и радость была. Реально дети были как одеты, на них поодевали курточки, сапоги, и они просто выбежали и сели в машину. Я сложила продукты, которые были в ящике, там какие-то целые пачки позабирала. Забрала одеяло, подушки, забрала документы, деньги и буквально одну сумку вещей, которые мы успели собрать, там теплые носки, детские колготки, гамаши, такое вот. И мы сели, уехали. Мы уезжали, мы слышали, как сзади нас еще где-то бахало по району, но видели только последствия того, что произошло. Мы ехали через весь город до Азовсталя, полностью все дороги были побиты, полностью все. Не было ни одного участка целого практически, везде были то ли ямы от снарядов, где-то даже торчали снаряды, были неразорвавшиеся снаряды. Мы доехали до пост моста, это центральный мост, который соединял два берега Банюполя через речку. Нас проверили военные, посмотрели документы, как бы увидели, что дети и пропустили. Мы к ним приехали домой, это Приморский район, недалеко тысячи мелочей, буквально там от центра города идти пешком, ну где-то 10 минут, 10-15 минут идти. Мы приехали к ним, у них был свет, у них был газ, у них был интернет, у них полностью все было. Для меня это было настолько дико, мы неделю сидели без света, без ничего. А тут приезжаешь, люди ходят в центре города спокойно, они слышат о том, что где-то там идет бой, где-то идут бои, но они этого не видят. И как-то настолько вот было диким. Для меня это было вот и сейчас даже не укладывается, как вот мы там прячемся по подвалам, а люди ходят, и они не чувствуют опасности. Они даже, я предполагаю, что многие не думали, что может до них это дойти в центр города. Мы приехали, было все хорошо, мы начали приходить в себя, как бы дети там тоже чуть-чуть ожили, телефоны, все, у детей телефоны, они занялись. И буквально через 3-4 часа у нас пропал свет и вода в том районе тоже. Был газ и все. Вода запас была у них, битьевая. Были такие дни, когда понимали, что нужно собирать снег, собирали снег, топили его на костре, готовили чай на нем, готовили еду на нем. Там собирали воду с дождей, точно так поставляли везде. Трехлитровые бутыля под крышей везде подставляли, чтобы капало именно там, собирали воду постоянно. На улице холодно, жили в подвале практически все время, мы 16 дней прожили в подвале. Мы первые две ночи, когда были там, 2-го и 3-го, мы пытались спать в доме, но когда слышали, что прилетает близко, детей быстро собрать нельзя. Они сонные, они не могут одеться, а переходить надо было по улице. Снег выпал, у меня дети бежали в носках в обычных до подвала. А потом я уже под обстрелом поднималась, брала им обувь, потому что я на руках спускала самую младшую свою дочку. И мы потом уже начали в подвале, с 4-го числа с утра мы полностью оборудовали себе подвал, у нас были деревянные палеты, были те одеяла, которые мы с собой привезли, три одеяла и три подушки, детские одеяла. Мы на них детей укладывали спать, сидя, полулежа, как-то, ну как угодно, в любой позе спали. Были такие дни, когда мы совсем не выходили из подвала, реально были очень сильные бои, и так получилось, что мы были в эпицентре серединкой. Прилетала, с одной стороны вылетала, над нами пролетала и падала за домами. Мы слышали, как прилетала на тысячу мелочей. Мы слышали свист, ракет, мы видели, откуда вошли залпы, потому что особенно в темноте видно, как вспышка идет, потом уже звук. И слышно, где приземлялась. Мы считали, тоже стояли, считали, пытались понять, в какую где сторону. Было такое, что сидишь в подвале, и такое ощущение, что вот прямо над твоей головой просто падает и разрывается. Мы несколько раз действительно думали, что попало в дом, в котором вот рядышком. Ну это было 5-6 домов от нас, как бы, недалеко, но это нас, наверное, спасало, что не к нам, слава Богу. Кушать готовили мы на костре. Мужчины соорудили, типа мангал, не мангал, такой вот дрова. Ну, слава Богу, свой дом, дрова там были. Мы находили, пеляли все подряд, собирали дерево. На тысячи мелочей в первые несколько дней можно было позвонить. Там рядышком была вышка Киевстара, где люди иногда могли дозваниваться. Мы, когда выехали в тот район, мы пошли 4-го числа позвонить. Я сразу с утра, я не смогла дозвониться ни до мужа, ни до кого из родственников. Потом было вечером, еще один выход у нас был, мы опять пошли, потому что, ну, мне важно было его услышать, что он жив, что он здоров, что он целый. Я до него дозвонилась, мы пришли домой. Кушать готовили на костре, какие-то пышки пытались, а потому что хлеба не было, совсем никакого ничего. Дети, у которых было в жизни все, абсолютно все, начиная там от каких-то игрушек и до продуктов, которые они любят, что они любят, они в один момент лишились абсолютно всего. Мы ходили, звонили, еще один раз мы ходили в магазин, но это мужчины ходили в магазин, они там успели скупиться, там какие-то продукты, что было, крупы забирали в магазине, покупали все. Сладости тогда принесли детям, дети были вообще безумно рады, потому что уже две недели где-то, наверное, прошло с момента начала войны. Потом, числа, наверное, 9-го, 10-го, мы пошли, тоже хотели позвонить, мы пошли на тысячу мелочей, мы не дозвонились, и обратно, когда шли, там большой участок, там школа, и она без домов, без ничего, без никакой защиты. Мы, ну, по открытому полю надо было пробежаться до забора, до частного сектора. И мы, когда бежали, мы услышали, что свист очень близкий, и мы присели под парканом, буквально в полметри над головой над нами начали пролетать осколки, мы видели, как они пролетают, как они дымятся, вот, что видно, что она горячая, и все. Мы тогда пробежались какой-то там промежуток, потом стали отдохнули, мы слышали, где падало. Я наблюдала, как в пятый этаж, там в основном пятиэтажные дома невысокие, и видела неоднократно, как прилеты были в дома частного сектора, как попадало в дома пятиэтажек, как загорались. Люди в этот момент начали уже прятаться и понимали, что это все-таки опасность. В какие-то моменты было очень страшно, когда началась авиация, когда начали летать самолеты ночью, мы первый раз услышали самолет ночью, все повылетали, повыбегали из домов, я из подвала поднялась, дети спали. Они как бы, ну, в какой-то степени они не чувствовали какой-то опасности, может, потому что я была с ними рядом как-то вот. Они спали, им не слышали, они не слышали, когда прилетало, когда улетало, ничего. И мы услышали самолет, и была уже действительно паника, потому что куда он скинет бомбу, было вообще неизвестно и непонятно. Начались авиаудары, центр города постоянно бомбили. Было такое, что мы за день точно так вообще не выходили из дома, потому что постоянно, буквально каждые 10-15 минут, мы слышали, как пролетал самолет, и мы слышали, как падало. На тот момент начали бомбить центр города, были попадания возле третьей горбольницы, центральной нашей города. Было попадание в центральный рынок, когда повылетали там больше, чем на километр, повылетали у людей окна, стекла. И на тот момент как раз там жила мама хозяйки, у которой мы гостили, получается. Маму тоже поехали и забрали, она пешком пришла, точнее. Она пришла из дому сюда в дом. В чем была, вот просто в чем была где-то, она так и пришла. На следующее утро уже мужчины поехали на машине, забрали вещи, теплые документы забрали. По больнице там тоже был удар, там по фотографии показывали водитель, который нас вез, Сергей. Он показывал фотографии, которые он сделал из окна. Там, получается, дом стоит, и напротив него стоит горбольница. Он показывал последствия авиаудара, там след от него, там, я не знаю, яма. Ну, реально, наверное, КАМАЗ бы спокойно влез, и его видно не было. Мы решили о том, что нужно любой ценой выбираться из города. 20-го числа я пошла звонить. Мне сказали, что в городе, на выезде из города можно позвонить. Я позвонила мужу, он позвонил сестре в ПГТ Ялты. Это недалеко от Мариуполя, буквально километров 20, может, 30. И он позвонил, и сестра нашла водителя, который нас приехал, забрал. 21-го марта мы выехали из Мариуполя. Он приехал с утра тоже под обстрелы. Мы сидели в подвале, мы не вылазили. Мы услышали, что начал кто-то кричать с улицы. Мы выбежали. Я выбежала в носках. Я увидела, что стоит водитель, который говорит, я вас заберу. Мы быстро собрали детей. У меня были сумки собраны, и все было сложено. У нас мы как бы знали, что приедет. Мы детей посадили в машину и уехали. Нас проверяли. Мы ехали по дороге, мы видели очень много танков, очень много техники, которая стояла, и российская техника, и были танки подбитые. И стояли просто разбитые танки. Видно, что были блокпосты, либо что-то разбитое. На подъезде к этому ПГТ Ялте у нас проверили один раз документы. Просто посмотрели свидетельство о рождении детей, посмотрели на детей. Вещи не проверяли, просто документы. И мы выехали, заехали в ПГТ. И там мы были сутки. Мы нашли водителя, который нас довез до Бердянска. Из Мангуша до Бердянска мы заплатили деньги ему. Заплатили за пятерых десять тысяч гривен. Он нас вывез до Бердянска. И в Бердянск, когда мы заехали, я тоже поняла, когда были вокруг российские военные, все с белыми лентами, с этими буквами «З» на танках, на технике. Техники по Бердянску очень много ехало. Мы целый день простояли в очереди на автобусы, но автобусов тогда не было. Колонна тронулась в одиннадцать часов из Бердянска. И в полдесятого вечера мы приехали в Запорожье. От Васильевки до Запорожья мы ехали, уже было темно, сумерки уже были, начинало уже так, солнце садилось. И мы попали под обстрел. Мы слышали, как не сильно далеко падали снаряды. Нашу колонну полностью освободили, при том, что колонна была очень большая. В тот день вывезли больше четырех тысяч людей. Было пятнадцать автобусов больших. И колонна, наверное, километра три машины еще была. Просто легковые, которые своим ходом ехали. Мы стояли час или полтора, наверное, без света. Полностью все повыключалось абсолютно. Нам сказали повыключать полностью телефоны, чтобы ни у кого не было никаких геолокаций, геометок включенных, абсолютно ничего. В какой-то момент у кого-то в автобусе загорелся телефон. И женщина начала говорить, я не знаю, как его выключить. Там на нее так начали прям кричать. И это действительно было настолько нервно, потому что действительно очень все переживали. Мы слышали их где рядом, ложились со снарядом. И видели, как оно дымилось, потому что поле. Видимость очень хорошая. Было в этом плане очень страшно. Детей сразу на пол поприседали, дети на сумке. Женщины пытались, кто согнуться, кто склониться, как-то прятались. И спустя, наверное, только час-полтора мы поехали, нас спустили в сторону Запорожья, что нам разрешили военные. Уже была украинская территория, мы видели, что наши украинские военные. Условия, конечно, были очень тяжелые. У нас был СВ-вагон, то есть купе, и в нем два места. Мы в девятером были на этих двух местах. Первые, кто заходили, в основном в вагоне было, в купе именно было, по 8-9 человек пытались посадить. Лежать никто не говорил, просто посадить. Людей нужно было как нужно больше. На первых станциях Запорожья просто были только купе занятые, может, где-то чуть-чуть меньше людей. Потом дальше люди подсаживались в коридорах, на сумках, стоя ехали. Кто-то пытался как-то там сесть на какие-то чемоданы. То есть ночью дети легли у нас спать на одеялах, которые мы забрали из подвала. У нас два детских одеяла, которые привезли мы из Мариуполи, и до сих пор они с нами. Как бы, ну это, наверное, какая-то память, что они с нами прошли все, полностью все. Две старшие дочери, получается, моя дочка и мои подруги, они лягли на полу, а мы втроем и вчетвером сидели на лежанках, сидя спали. Две средние мои дочери, средняя младшая дочь, она у меня была одна на руках сначала сидела. Детям было очень тяжело. В поезде было жарко, их укачивало. Мы ехали ровно сутки. От Запорожья до Львова мы ехали ровно сутки. Мы сели там в 11, в 12.20 мы сели в поезд, и здесь мы в 12.40 приехали. С туалетами очереди неимоверные, потому что людей очень много. Детям жарко постоянно было, им нечем было заняться. Так, чтобы каких-то условий абсолютно, в этом плане условий не было. Очень было плохо, когда детей начало укачивать. Начали и рвать, и были другие последствия, детям было тяжело. Мы приехали во Львов, вышли из ЖД, подошли к палатке, нам сказали, едьте в администрацию, вас уже там расселят на какое-то время. Мы сюда приехали, у нас из шести детей, трое детей рвало, потому что поукачивало очень сильно. Ни таблетки, ни сиропы, ничего не помогало. Мы обязательно вернемся в Мариуполь. Я в этом уверена, что он будет обязательно украинским. Наша армия очень большая. Все это бьют, и все будет хорошо. Все это бьют, и все будет хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok